Белокочанная капуста является одним из самых распространенных и полезных видов капусты. Ее применение в народной медицине может оказать множество благотворных эффектов на организм. В этом видео мы рассмотрим много способов, как белокочанная капуста используется в народной медицине. Как всегда, самое интересное будет в конце ролика. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять это полезное видео и мы начнем. При авитаминозах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки назначают сырой, свежеотжатый капустный сок в теплом виде по полстакана трижды в сутки в течение месяца. Сок повышает аппетит и стимулирует выделение пищевых соков при гастрите со сниженной секреторной функцией. Сок капусты с сахаром действует как отхаркивающее, антисептическое и противовоспалительное средство. Переваренный с сахаром сок используют при похмельном состоянии, а в смеси с отваром семян капусты при нарушениях сна. Семена капусты применяют для изгнания из организма паразитов. При заболеваниях печени, желчного пузыря и холон геогепатитах назначают рассол квашеной капусты в теплом виде пополстакана трижды в сутки до приема пищи. При геморрое, сопровождающемся запорами и кровотечениями, принимать в один прием по два стакана теплого рассола квашеной капусты. При раке желудка пьют теплым капустный сок с медом пополстакана трижды в сутки за 60 минут до приема пищи. Или готовят отвар из семян и корней капусты, столовую ложку измельченного сырья кипятят в 200 мл воды в течение 10 минут, настаивают не менее часа и выпивают на протяжении суток. При гриппе смешать сок алоэ с медом и капустным соком в равных пропорциях. Залить смесь сухим вином и настаивать в течение суток. Принимать перед приемом пищи по чайной ложке. При бессоннице 2 столовые ложки семян капусты залить 200 мл кипятка. Дать настояться 2 часа, затем процедить и добавить к настою семян четверть стакана свежего капустного сока. Принимать трижды в сутки перед едой. Наружное применение. Свежие листья прикладывают к больным суставам при подагре. Листья капусты, сваренные в молоке и смешанные со трубями, используют в качестве припарки при золотухе и мокрой экземе. Измельченные свежие листья капусты, соединенные с яичными белками, прикладывают к гнойным ранам, ожогам и давним язвам. Сырым соком выводят бородавки, разведенный водой сок эффективен для полоскания горла при ангине, стоматитах. При боли в шее, в затылочной части головы после пребывания на сквозняке наложить на больное место компресс из смеси, столовая ложка тертой капусты и 3 столовых ложки хрена. При мигрене приложить в голове свежие капустные листья, зафиксировав их не туго полотенцем или поясом. При трещинах на пятках поможет рецепт, ноги заранее нужно распарить в содовой воночке. Наложить на поврежденные пятки кашицу из тертых капусты и хрена. Компресс зафиксировать полиэтиленом и теплым носком и оставить на ночь. Утром смыть прохладной водой и смазать пятки питательным кремом. При наружных опухолях листья капусты измельчают и прикладывают образовавшуюся кашицу к новообразованию. Противовоспалительные свойства Белокочанная капуста содержит вещества, которые обладают противовоспалительными свойствами. Это может быть полезно при лечении воспалительных состояний, таких как артриль. Заживление язв. Свежий сок из Белокочанной капусты может помочь в заживлении язвенных поражений желудка. Он создает защитный слой и снижает воспаление. Очищение кишечника. Включение Белокочанной капусты в рацион пищи может помочь в естественном очищении кишечника и поддержании здоровой микрофлоры. Противораковые свойства. Хитохимикалии в капусте, такие как эндолы и сульфорофан, ассоциируются с противораковыми свойствами, помогая предотвращать некоторые виды рака. Регуляция уровня холестерина. Волокна, содержащиеся в Белокочанной капусте, могут помочь снизить уровень холестерина в крови, поддерживая здоровье сердца. Улучшение зрения. Богатство антиоксидантов, таких как бета-каротин, в капусте может быть полезным для зрения и поддержания здоровья глаз. Снятие воспаления в горле. Компрессы из листьев капусты могут использоваться для снятия воспаления и боли при заболеваниях горла. Поддержание здоровья кожи. Капуста богата витамином С, который способствует производству коллагена и поддерживает здоровье кожи. Антисептические свойства. Капустные листья могут использоваться как природное средство с антисептическими свойствами для обработки ссадин и порезов. Улучшение сердечного здоровья. Полезные элементы, такие как калий, могут помочь в регулировании давления и поддержании здоровья сердца. Вывод. Важно помнить, что прежде чем внедрять какие-либо изменения в рацион или использовать продукты в медицинских целях, следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или медицинские состояния. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!